Далее переходим к Татьяне Григорьевой, выпускник школы дизайна арт-фитча по направлению дизайна детства, участвует в международных выставках и модных показах в Collection Premier Moscow, Graduate Fashion Week, 9-й недельной моды Book of Fashion Graduate University Fashion Week, Joanne Milano by My Tour and My Pub, победительной номинации «Новое лицо в дизайне», фестивали красоты и моды «Петербургские красавицы». Участник показа в рамках недели интерьерной моды 2019 года, основатель собственного бренда одежды и все. Передаю слово Татьяне. Всем привет! Я рада сегодня быть здесь не как студент школы, как выпускник, а как человек, который занимается сейчас тем, что ему очень сильно нравится. Я создаю одежду и мне очень приятно, что моя альма-матра пригласила меня с короткой презентацией сегодня для того, чтобы рассказать вам, как я пришла к мысли начать свою работу в качестве дизайнера одежды и как это все-таки все произошло. Спасибо. Спасибо. Смотрите, с работой. Вы состоялись в профессии, которая не имеет никакого отношения к тому, чем вы хотели бы действительно заниматься. И вы подспудно, на подкорке постоянно проигрываете мысли, что все-таки я бы очень хотела заниматься, в частности, я хотела заниматься дизайном одежды. Но это страшно. Это страшно, возникают сомнения, мысли терзают. Тогда можно сделать немножечко попроще и представить, что у вас есть определенная цель. Все мы люди, мы умеем добиваться целей, независимо от того, большие они или маленькие. Если мы понимаем, что цель большая, мы разбиваем ее на этапы. На этапы, на задачи, на шаги и постепенно идем к этой цели. И если вы понимаете, какова точка отчета, что является тем самым триггером, для вас вы проще понимаете, что с этим можно сделать. Для меня такой точкой отчета стал ответ на собственный вопрос, а зачем мне вообще это и зачем я хочу быть дизайнером одежды. И первая мысль, которая мне пришла в голову, дизайн надежды – это классно, я просто хочу научиться рисовать то, что мне нравится, отражать свои мысли в бумаге. Поэтому решение, которое я приняла, было пойти учиться на курс художественной подготовки в школу ArtFuture, ну, что я, собственно, и сделала. Вот, то есть ты говоришь себе просто, какого черта я сделаю это для себя, идешь и учишься. И тогда твои мечтания не какая-то страшная цель, которая страшна подступиться, а все гораздо проще. Проще, интереснее и понятнее. Почему именно художественная подготовка в дизайне для начала? Потому что я, как и многие студенты, рисовать умела весьма опосредованно. Мне хотелось сделать это хорошо, классно и выражать свою мысль на бумаге, не только на бумаге. То есть, когда ты приходишь учиться, ты задаешь себе вопрос, как это работает. А когда ты входишь во вкус, в процесс обучения, ты говоришь уже совершенно по-другому, как это работает. Я понимаю, как можно использовать художественные средства для того, чтобы выразить свою мысль, донести ее до людей, объяснить им с помощью художественных средств, что я хотела вообще сказать. Как работает линия, что я могу сделать с цветом, почему с помощью цвета я могу показать эмоции. И в школе ты учишься этому всему. Это восхитительный, захватывающий проект, который тебя мотивирует двигаться дальше. Когда ты начинаешь заниматься чем-то новым, ты знакомишься в том числе с новыми людьми. И с преподавателями, и с студентами. И это тоже мотивация, потому что если твой преподаватель, глядя на твою мазню, говорит о питании, ты будешь писать, то, поверьте, это действительно заставляет тебя всегда поверить. Это классно. Еще один вывод, который я сделала для себя после прохождения курса художественной подготовки, это в любом творчестве важны тренировки. То есть не только какая-то абстракция, ты пришел и что-то делаешь. Ты должен тренировать, оттачивать свой навык, смотреть по сторонам, интересоваться снежными отраслями какими-то, не только дизайн одежды, например, но и интерьер, архитектура, искусство, все что так или иначе соприкасается с дизайном одежды. Ты тренируешь свои навыки и таким образом ты расширяешь границы своих возможностей и своего опыта. Здесь есть небольшая ссылка на один любопытный аккаунт в Инстаграме, он мне очень нравится. Любопытный он будет в первую очередь, наверное, для тех, кто занимается иллюстрацией, но почему, да, он меня заинтересовал, ребята проводят челленджи. Постоянно ты можешь участвовать в них самостоятельно, сам для себя, это своего рода тренировка, когда ты отрабатываешь графику, делаешь скетчи короткие и потом эти скетчи используешь дальше в своем опыте, в своей работе. Надеюсь, вас заинтересует, вы можете пройти и посмотреть, очень классный аккаунт. Следующий момент. После того, как я закончила курс художественной подготовки, я поняла, что, ну, в принципе, уже отказаться мне от этой мысли сложно, и я хочу двигаться дальше. Мне нравится, да, мысль, что я могу что-то делать уже, а не просто, да, как раньше мечтать об этом. И я все-таки все еще хочу создавать одежду, но почему-то я решила пойти по учительному промышленному дизайну. То есть я пришла, написала заявление, спустилась вниз, постояла 10 минут, подумала и поняла, что да я только что, черт по нере, отказалась от своей мечты. Я поднялась, переписала заявление и, собственно, поступила на курс дизайна одежды и начала свое обучение и дальнейший путь. Поэтому, когда, да, вы видите здесь на слайде, неуверенно откажись, это именно тот смысл, который я вкладываю в свои слова. То есть если ты не до конца уверен в своем желании, ну, представь, что ты от него отказался, и тогда все становится на свои места. Обучение на полноценном большом курсе, да, новой профессии, это уже не просто основа базовая, которая позволяет тебе начинать разбираться в творчестве, это такой фундамент для твоей будущей деятельности, если ты действительно нацелена этим заниматься. Ты никогда не представишь себе, что конструирование с сухими, казалось бы, схемами, математическими расчетами – это очень эмоциональный предмет. Что брендинг – это отдельная вселенная, почти что, ну, как Марвел, только со своими реальными героями. Что предмет психологии и моды – это очень увлекательно, и ты понимаешь, что многие предметы одежды были в свое время созданы просто из утилитарных каких-то целей, и для того, чтобы человек мог выжить в определенных условиях. Совершенно фантастические лекции по истории костюма. То есть школа – это очень увлекательно, это очень увлекательно, и это действительно становление тебя как профессионала в новой отрасли. Доверяйте профессионалам и будьте увлечены в процесс по максимуму, потому что если вам интересно, если вы любопытны, если вы искренне любите то, чем вы занимаетесь, то вы будете расти в своей сфере, двигаться дальше. Когда у тебя на руках есть диплом с новой профессией, ты дизайнер костюма, но у тебя есть при этом еще все еще твоя постоянная работа по найму, и она по-прежнему не имеет никакого отношения к твоей новой профессии, ты немножечко в ступоре, ты думаешь, ну, и что же мне с этим делать дальше. Мне посчастливилось в этот момент непонимание того, что я хочу дальше с этим делать, попасть в проект школы ArtFuture, который… Это командный проект, где команда дизайнеров под руководством куратора занималась, ну, и продолжает заниматься созданием коллекции одежды. И эти коллекции потом участвовали во всем разнообразных конкурсах и в России, и с рубежом. Что это такое, да, вообще создать коллекцию в команде? Если схематично, то вы обсуждаете актуальные тренды, утверждаете единую тему, каждый из участников дизайнеров создает свои индивидуальные эскизы, которые потом отбираются, и вы переходите к этапу конструирования, создания макетов, примерка, внесение изменений векала. Потом эта коллекция шьется, фотографируется, вчитывается в постпродукция, финальная подготовка к показу, да, то есть это такой этап достаточно большого количества действий, большой команды людей. И в процессе этого всего, в процессе создания коллекции, вы продолжаете учиться бесплатно, да, совершенно. То есть на слайде вы можете посмотреть, это мои работы для коллекционного премьера Moscow для выставки, и эти же работы ездили в Японию, в джинсовую коллекцию, в джинсовую ее часть. То есть ты не просто в теории понимаешь, что такое создать коллекцию, ты делаешь это реально на практике, и потом видишь результаты своей работы на позионе. Это очень волнительно, это очень захватывает. Но при этом, да, командная работа, работа с профессионалами дает тебе большие возможности. Ты понимаешь, что такое представляет из себя процесс изнутри, ты совершенствуешь свой навык. Ты быстрее гораздо растешь профессионально, чем если бы ты пытался делать это с несостоятельностью, потому что твою работу курируют профессионалы, да, люди, которые занимаются десятки лет, работают в отрасли десятки лет, которые очень хорошо в этом разбираются. Обратная связь в таком случае бесценна, потому что ты не только творишь что-то, но тебя направляют, и ты начинаешь лучше разбираться в той профессии, которую ты для себя выбрал. Делаешь то, на что не решился бы сам в одиночку. Плюс ты общаешься в команде с такими же дизайнерами, как и ты, и у тебя всегда есть второе мнение, которое ты можешь обсудить. Что это значит? Это значит, ты делишься. Делишься какими-то практическими приемами, делишься своими эмоциональными состояниями, ну и вообще общение творческих людей между собой и той отдельной историей, можно разговаривать долго. В процессе ты понимаешь себя лучше как дизайнер, и такой очень хороший бонус ты получаешь профессиональное портфолио, которое, по сути, для тебя стоило твоей работы, но ты не платил дополнительно за это обучение. То есть участвовать в проекте – это очень круто. Это затратно эмоционально, физически, но это того стоит, поверьте, это потрясающий опыт. Здесь сейчас нужно посмотреть на двух слайдах. Прогмент общей коллекции – это мои работы, которые также участвовали в Москве, были представлены на показе в Лондоне, и с этими работами я выиграла конкурс на фестиваль красоты и моды победителя номинации «Новое лицо в дизайне». То есть реально ты пришел в школу, ты получился, ты поучаствовал в проекте, и потом ты неожиданно для себя начинаешь получать вот такие неожиданные бонусы для себя. Почему я так подробно остановилась на обучении в школе? Потому что, в общем-то, то, чем я занимаюсь сейчас, было бы невозможно без практической части, без практического участия в разработке и создании коллекции одежды, потому что, ну, просто получить диплом и новую профессию, для меня лично этого было бы недостаточно, у меня бы не хватило ни смелости, ни уверенности в себе, ни сил для того, чтобы сделать следующий шаг. Я попробовала все это на вкус, я, в общем, поняла и решила для себя, что я действительно хочу этим заниматься. Поэтому некоторое время назад я ушла со своей работы по найму, и сейчас я занимаюсь развитием и продвижением собственного бренда одежды. Он называется «Эксьё». Это, в первую очередь, одежда, которая создается на стыке уличной моды и фэшн. И изначально все пошло и началось со свитшотов. То есть почему я расскажу об этом чуть дальше. То есть мы все сами интуитивно понимаем, что такое одежда. Мне очень нравится это высказывание. Тим Ганн, американский исследователь моды и ведущий программы «Подиум». Если вы ее смотрели, то наверняка знаете, о ком речь. То есть мы выбираем одежду согласно своему образу жизни, личным предпочтениям, представлением о своем персональном стиле, о том, какие части тела мы хотим открыть или скрыть, это тоже так же мы выбираем одежду. И так или иначе мы через одежду самовыражаемся. В названии «Эксьё» это производная от «Экспрессюселф» «Вырази себя». Мы придумали это название с моей сестрой. Мне кажется, оно очень близко по духу бренду, так как одежда достаточно творческая. Это такая дерзкая повседневность. Еще я хотела бы сказать пару слов о том, что вдохновляет. Вдохновляться можно чем угодно, но меня очень вдохновляет музыка. Я люблю работать под музыку. То есть я всегда что-то слушаю, когда работаю. В музыке есть такое понятие, как микстейп. Это сборник разнородных треков и фрагментов, которые собраны в композицию, которая не является единым музыкальным высказыванием. Автор, исполнитель, музыкант, но все равно отражает его суть. Мне близко это понятие при создании своей одежды, потому что я не могу сказать, что я делаю коллекции или даже капсулы. Это больше похоже именно на микстейп, когда у тебя есть несколько моделей, которые объединяются единым настроением. Они вроде бы разные, но в то же время это все равно ты. Надеюсь, я смогу обнести свою мысль. Чем еще характерна одежда, которую я делаю? Это лаконичные формы, яркие акценты. Мне нравится играть с фактурой, с цветом, с формой одежды. И использовать те материалы, которые я хотела бы носить сама. То есть том, в чем я сама бы себя чувствовала комфортно. Все лекалы я разрабатываю сама. Это ручная работа, поэтому это лимитированная версия. И при работе с моими клиентами есть такой момент, как персональная работа. Об этом я расскажу тоже чуть подальше. И фишка – это обратная связь от моих клиентов. Это фуфан, то есть такое некое веселье присутствует в моделях одежды, которые я создаю. Это приятно было слышать, потому что не один, ну то есть некоторое количество моих покупателей мне об этом рассказали. Было удивительно слышать. Дальше. Пара слов о полезных ссылках. Или почему работая один, ты все равно так или иначе должен уметь смотреть по сторонам. И использовать те ресурсы, которые сейчас доступны в огромном количестве. Это и телеграм-каналы, и фотохостинги, и медиа-платформы. Это инстаграм-аккаунты различные, которые дают тебе возможность как платно, так и бесплатно поучиться дальше. Совершенствовать свой навык, опыт, да, и двигаться дальше, расширяя свои собственные возможности. Речь о насмотренности, да, чем чаще ты смотришь в разные стороны, интересуешься дизайном не только моды, но и с межных сфер, тем ты активнее развиваешь свой визуальный опыт, который помогает тебе понимать тренды, развивать свой вкус и быть в теме, оставаться актуальным. Я рекомендую, да, вам посмотреть, походить по ссылкам, потому что здесь есть не только какие-то любопытные аккаунты, но есть вполне себе аккаунты, связанные непосредственно с модой. Да, есть прекрасное агентство Transpire, которые очень хорошо рассказывают о трендах и помогают тебе двигаться, понимать, что вообще происходит сейчас в пунктуальном мире. Каковы особенности вообще ведения и работы с собственным брендом, если ты маленький? Да, то есть, если ты маленький, это особенно важно. Уметь хорошо и качественно общаться со своими клиентами, то есть отвечать, да, отвечать в первую очередь, быстрый вопрос. Я как потребитель сама сталкивалась с неоднократно с такой темой, что ты пишешь кому-то, ну, или звонишь, и нет никакого ответа, а ты думаешь, да и ладно. Должно быть удобно покупать твои вещи, у тебя должна быть быстрая доставка, покупатель должен иметь возможность примерить твою одежду, и он должен понимать, каков механизм возврата, если вдруг ему что-то не подошло. То есть такие практические, банальные вещи, которые всем, как потребители, достаточно хорошо знаем. Потому что этот продукт, который ты делаешь, это не только товар, но и сопутствующий сервис. И если с тобой легко и интересно, то люди будут с тобой работать. Да, как маленький бренд, я пробовала участвовать также во всевозможных маркетах. Это интересно, это работает до определенного момента времени, но до начала 2020 года. Сейчас с этим гораздо сложнее, по понятным всем причинам. Но есть другие моменты, которые позволяют двигаться дальше. В прошлом году я ходила на форум, международный форум моды, и посетила определенное количество лекций, в том числе была на лекции Игоря Гуляева. Меня очень зацепила одна его фраза, одно выражение, что если вы занимаетесь творчеством, любым, неважно каким, то вам важно уметь окружаться людьми, которые в вас верят. Почему это так важно? Потому что, будучи дизайнером, ты и так сам себе достаточно хорошо ешь, цемневаешься в чем-то, тебе что-то может нравиться, не нравится. И если твое окружение не помогает тебе, а мешает, то сложно очень развиваться в профессии, и сложно поддерживать в себе необходимые для этого силы и энтузиазм. Поэтому, когда вы работаете, окружайте себя теми людьми, с которыми вам комфортно работать, которые помогают вам развиваться. Создавайте себе комфортные условия для работы, это тоже важно. Ну и продолжайте совершенствовать свои навыки, искать решения, учиться, анализировать. Ну и понимайте, что дизайн — это много работы. В завершении, да, я хочу сказать, что все мы знаем, как изменился 2020 год, как 2020 год изменил наш мир и отношения в моде и в любой другой сфере. То есть пришел 2020 решительный и беспощадный. Сначала страшно, ты не очень понимаешь, что с этим делать, потеряешься, но потом ты осознаешь, понимаешь действительность, принимаешь ее и ищешь для себя новые возможности и новые приложения. В частности, для меня совершенно удивительным оказалось то, что у меня появилось много персональной работы с клиентом. То есть когда я только начинала заниматься своим брендом, я сказала себе четко, я не буду работать на заказ вообще никак и никогда. Ну, тем более никогда в жизни не буду копировать чужие модели и так далее. Да, я не копирую чужие модели и не буду этого делать, но в рамках собственного бренда и собственных моделей появилась достаточно гибкая схема работы с клиентом. Когда мы адаптируем модель, которая ему нравится, но не до конца. Например, меняется цвет или немножечко фасон. А сейчас, да, у меня был недавно очень хороший опыт, когда мы создали совместно с моим клиентом несколько вещей в стиле бренда XU, но с учетом пожеланий клиента. Это был очень интересный опыт, который позволил мне задуматься о том, что я могу сделать это своей фишкой и услугой. То есть любые сложности тебе все равно так или иначе дают новые возможности. Поэтому выживи или умри – это не обязательно. Можно просто продолжать работать и искать для себя новые пути. Спасибо вам, что вы выслушали меня. Мне очень приятно было с вами увидеться. Спасибо.